100% вы не ошибетесь, не помрете, наоборот будете живы, будете счастливы, будете благовечны, как бы и будете. Бог вас не осудит никогда и наоборот только лишь скажет добрый и верный, вот значит раб мой. Это праздник, который сам Бог дал, одним словом, то, что Он сам дал в Библии, здесь мы можем 100% смело полагаться на Его авторитет, на авторитет Его слова, на авторитет Его имени. Здесь не ошибемся никогда, поэтому читайте Божье Слово, там все черно по белому написано, вот библейские праздники, которые сам Бог дал, всемогущий. Вот об этих праздниках я тоже семинары провожу, служениях, рассказываю об этом более детально, сейчас уже, уже час уже закончился моего эфира планируемого, вот, но дальше дорасскажу чуть еще. Вот, есть такие условно съедобные, будем так говорить, это вот как, допустим, вот праздник, вот, то же самое праздник в Средине Господнем, да, допустим, да, вот, значит, будет у нас, вот, уже завтра вечером начинается. Вот, вот, Бог не давал этот праздник, нет, не давал, это мы постановили, как церковь, мы православные, ну, католики еще тогда, вот, мы православные, отколовшись в 11 веке от католицизма, сохранили эту традицию, старую католическую традицию. Вот, и, значит, Средине Господне, с одной стороны, это праздник, который, значит, установлен церковью, но, но, Алеш, он, почему я отношу его к разряду условно съедобно, потому что он, значит, есть свои, конечно, суеверия, и условно съедобно нужно грибы, как мы из практики знаем, лучше обрабатывать их, да, значит, больше варить их там или что-то еще там, приготовить, чтобы не отравиться. Так вот, здесь нужно тоже ухо востро держать. Если Господни праздники, можно смело праздновать и, как бы, и, зная, что не отравишься, вот, там ничего нет, подвоха нет никакого, то здесь надо ухо востро держать, потому что много всяких суеверий примешиваются к этому и прочее, прочее. Так вот, значит, и поэтому этот праздник, хотя он церковный праздник, но он собой вспоминает события, которые действительно имело место быть, во-первых, не легендарное какое-то событие, там, не мифическое, а реальное библейское событие из земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Когда на сороковой день его принесли в храму, принесли жертву за него, звучало пророчество, и поэтому на средине Господне читается Слово Божье, как раз именно из Луки, как раз о событии вот этом. Вот, другие праздники, допустим, там, Преображение тоже Господне, там, другие праздники, много праздников, таких чисто церковных, которые, знаете ли, вот к такому разряду условно-сведомных можно отнести грибов, как бы, похоже. Нужно уметь правильно подавать их, чтобы, значит, указывать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа, на Евангелие указывать, значит, и подводить их к этому, людей, к покаянию, к обращению, допустим, значит, тоже благочестиво. Вот, но вот такой, так называемый день Святого Валентина, это однозначно относится к разряду несъедомных грибов. То есть, это бледная поганка или мухомор, еще тот, вот, его вари-не вари, хотя говорят, что какие-то грибники старые мне рассказывали, что можно и мухомор приготовить, как бы, значит, и вроде как не отравишься, кто его знает. Ну, это такая русская рулетка такая, нет-нет, это не для меня, господа, увольте. Знаете ли, значит, я предпочитаю питаться хорошо, значит, не что по-поде, знаете ли, есть. Значит, не, конечно, когда на безрыбье говорят и рак рыба, знаете ли, но, значит, когда есть возможность. Вот поэтому, значит, касательно духовности мы должны быть очень разборчивы, не все подряд принимать, не всякому духу верить, а испытывать дух, от Бога ли они. И испытывать то, что мы совершаем вообще. Вот, я считаю, что для христиан подобные бесчинства, как День Святого Валентина и прочее, это неподобное действие. Это общение с бесами, так или иначе, потому что не только история поганая этого празднества. Подскажите, я чуть от тем отойду, в чем заключается христианская керигма. Не знаю, а что за слово керигма, я, значит, или неправильно прочитал, значит, расшифруйте, пожалуйста, я сейчас, я не знаток сильного греческого языка, простите, экзамен сдал, семинарский, и забыл, что называется. Нет, термина богословский некоторый я помню, но керигма не помню, что за керигма. Вот, значит, и поэтому, друзья, значит, что еще, по поводу иконопочитания, там, значит, отдельные темы провожу тоже, почитание мощей, отдельные темы провожу, значит, семинары провожу. Ну, даст Бог, и во Львове тоже проведу, значит, подобные семинары, вот, и здесь у нас в Киеве. Да, напоминаю, что номер телефона, вот, Киевстар, который вы можете пополнять, и тем самым финансово участвовать в моем служении, тоже не забудьте, потому что это очень важно сейчас в этих поездках, значит, потому как, вот, я путешествую сейчас в основном по Бла-Бла-Кар, так и дешевле значительно, и, значит, и проще путешествовать. Вот, значит, и я это называю часто Бла-Бла-Чорч, потому что в этих поездках бывают очень разные интересные знакомства, общения, молитвы, вот, слава Богу, я люблю рассказывать о моем Господе Иисусе Христе везде, и поэтому даже отсутствие сейчас транспорта, значит, своего, значит, я вот использую вот таким образом во благо. Вот, но, проповедую Евангелие Иисуса Христа, вот, но, значит, но, Алеш, вот в воскресенье, допустим, у нас были сборы, значит, и я сейчас не жалуюсь, но как вот иллюстрацию. Значит, мы заплатили за аренду тут же, значит, там, значит, и из того, что осталось из остатка, значит, благочинный мне вручил 155 гривен, да. Это ровно половина, если Бла-Бла-Кар, то половина поездки до Львова, то есть это, вот, а это и, значит, жить неделю, и плюс еще поездка еще, то есть это как бы нереально совершенно. Вот, сегодня кто-то положил еще 100 гривен, слава Богу за это, счет был пополнен, поэтому, кто имеет такую возможность, не упускайте эту возможность, быть не только в молитве за реформацию, но и финансово служить. То есть, а я имею возможность снимать, слава Богу за Киевстар, продвинутую компанию все-таки в этом отношении, через новую почту я подхожу, значит, и имею возможность снимать с этого номера наличные деньги и путешествовать по, как бы, в дело служения, одним словом, направлять эти финансы. А также, если вы в Киеве или вообще в Украине, и у вас есть возможность, там, есть, допустим, у вас краски, кисти, холсты, там, значит, что-то еще, там, этюдники, не знаю, что-то, что есть, мольберты, все, что связано, бумага, там, значит, там, ну, все, что связано с живописью, с рисунком, с художеством, то со мной свяжитесь, и, значит, буду очень рад принять от вас это. А, кстати, еще, музыкальные инструменты, о, музыкальные инструменты, кто видел на Фейсбуке, на моей главной странице, я опубликовал, значит, там, значит, вот это прославление из православной церкви в Африке, там, разные музыкальные инструменты, тоже хочется, чтобы на разных музыкальных инструментах проставлялся Господь, вот, гитары нужны, там, значит, там, ну, все, все разные инструменты, вот, значит, и если вы, тем более, сами музицируете, к примеру, да, на каком-то инструменте играете, там, на скрипке, там, не знаю, на флейте, на чем угодно, Вот, значит, на барабанах, там, значит, на что угодно. Если вы живете в Киеве, и вы не нашли пока себя еще никак в христианском служении, там, прославлении, там, значит, поклонении Богу, то музыкальном таком сопровождении, то свяжитесь со мной тоже обязательно. Даже если у вас нет инструментов собственных, но вы можете играть на чем-то, свяжитесь. Баян, там, аккордеон, что угодно вообще. Вот, поэтому и музыкальные инструменты нужны, и сами музыканты нужны также. Вот так вот. Потому как служение, значит, я предполагаю, что наше служение будет развиваться и в этом направлении также. Потому что пока, кто был у нас на собрании, те понимают, о чем я говорю, или видели записи, допустим, даже. Вы понимаете, что у нас пока, к сожалению, оставлять желать лучшего вот эта часть фактически никак не развита, одним словом. Так, ну мы поем, конечно, и я люблю очень петь, общим пением поем, значит, по православному поем, значит, вот. Вот, позавчера, да, вот на служение попробовали тоже, там, немного сестра, она еще подыграла на гитаре, ну, уже как-то уже. Вот, так что, вот так. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Да, время уже, значит, завершения этого эфира. Благоставляю вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, дорогие друзья. Благоставляю и, друзья, давайте посерьезнее в этом отношении. Оно нам надо, общаться с бесами. Нет, я считаю, что не надо. Оно нам нужно, что-то такое, знаете ли, что оно изначально не христианское, и оно так имплантировано было в тело Христа. Или пытаются его имплантировать в тело Иисуса. Нет, это не нужно. Никакой имплантант в тело Христа не примет, никогда не примет. Вот, знаете ли, если брать о древних имплантантах, там, допустим, почитание мощей, там, уже, ну, полторы тысячелетия больше, чем имплантировали, пытались и пытаются до сих пор, значит, там, это выдать за христианство. Но тело Христа это все отторгает. Это потому что не наше. Это изначально не наше. Вот, и как бы не пытались, там, там, многие эти культы святых, там, разных, то же самое, и Святого Валентина, и празднества всякие, эти нам привить. Это не наше, это не наше, оно не приживется никогда в теле Христовом. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья, значит, а если ваши, там, друзья, коллеги на работе, там, значит, там, родственники День Валентина влюбленных празднуют, то постарайтесь им рассказать о настоящей любви. И явить эту настоящую любовь своей жизнью. Настоящая любовь истинная, не поддельная, а настоящая. Не Валентинова, не Валентинки, не поздравлялки такие, значит, там, раз в году, нет. А настоящая любовь, жертвенная любовь, которую явил сам Господь Бог по отношению к роду человеческому, ко всем нам. Слава Богу! Пусть Бог благоставит, и пусть, да, и упаси Господь нас, конечно, вот, всякого духа превозношения. Уже сейчас читаются молитвы эти, дух праздности, уныния, любви, значит, там, вспоминаются разные духи, знаете ли. Порой люди одним духом водятся, потом другим духом водятся. Но наше общение должно быть, общение с Божьим Духом. И наше хождение и вождение должно быть в Духе Святом. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам. Слава Богу. Аллилуйя.